Девочки, у нас время 12 ночи, девочки. Я стираю. У меня рубашки стираются и сушатся, стираются. Девочки, и чтобы время скоротать... Девочки, отопление включили. Капец, холодрыга. Плюс 4 градуса показывает. Чтобы время скоротать, смотрю видео на ютуб-площадке. Очень, девочки, интересно. Чисто случайно на канал попался канал девочки. Очень интересно. Я даже как-то и не подумала. Не смотрите, у меня еще елка стоит. У нас холодно, девочки. Попался канал, девочки. Сейчас быстро, двумя словами. Инженер-строитель, иншат Мехендис, инженер-строитель. 34 года парнишке. Турок. Где живет, откуда он, не знаю. Он по Турции. Ну, где, куда на стройку попадет, туда и это. У него есть канал. Девочки, у него достаточно где-то около 30 тысяч подписчиков. Ну, там плюс-минус. И вот он работает на стройке. Он же инженер, он начальник, естественно. И он снимает, девочки, это все. Представляете? И вот я сейчас видела. Мне просто любопытно стало. Он снимает, показывал, как они делают опалубку. Я, конечно, не знаю, это у него фабрика, завод или дом он это делает. Он, короче, делает, рабочие делают, а он стоит, как бы руководит и снимает этот процесс на камеру, видать, на телефон. А потом выкладывает на свой канал. Рабочие сначала измеряют вот эта линейка, выравнивают все. Рисуют, как лестница будет, там прям по сантиметрам. Потом выкладывают опалубку. Там фанера, доски, речки сначала, потом доски прибивают, фанеру прибивают. Ну, где фанера, где доски, где металлические такие железные листы прибывают. Вот это я видела. Это что они делают? Это чтобы потом бетон заливать, и эта лестница вот эта будет идти. Между этажами лестница внутри помещения. Девочки, очень интересно. Он на турецком все объясняет. Ну, у него такой есть диалект. Он, по-моему, из Черного моря. Оттуда парнишка. Потому что у него такой диалект. Вот как у моей свекрови. Такой вот диалект у него. Ну, может, я ошибаюсь. Но мне так показалось. Очень, девочки, интересно. У тридцать четыре года он написал то ли 13 лет, то ли 15 лет. Он работает инженер-строителем. Канал у него есть на YouTube. Не знаю, как он называется. Таких каналов полно. Просто мне интересно было. Очень, девочки. Буквально там 12 минут видео. Он показал, как делают опалубку для залития бетона. Межэтажная лестница. На турецком языке он все объясняет. Мне, девочки, было очень интересно. Я прямо удивилась. Я думаю, надо же. У него контент вот такой строительный. В общем, девочки, надо рубашки вытаскивать. О, посушились рубашечки мои. Девочки, рубашечки сейчас будем гладить. Вот и мужа рубашки. Девочки, я ору. 12 часов ночи соседи спят. Я ору, блин. Девочки, холодные. Как капец, блин. Март месяц, конец, блин. Такая холодина. Да, конечно. И снег может пойти, девочки. Такая холодная. Ура, ура, ура. Вообще умные, девочки. Очки. Очки не успеваешь иди протирать. Как будто, я не знаю, маленькие какие-то у меня ляпают. Очки. Все, девочки, пошли рубашки гладить. Мужу надо завтра рубашку. Мы договорились с ним, какую он рубашку оденет. Не надо. Он говорит, все, не гладь, говорит, коры всю. Хотя бы воротничок. Я говорю, ладно, говорю, разберусь. Воротничок тебе погладить или полностью. Девочки, буду сейчас в рубашку. А там муж спит. А, а мне свет нужен. Фонарик, что ли, включить. Уж девочки под боком храпит. А мне надо рубашку гладить. А что делать? А в другое место у меня же там гладильная доска. Я не перетащу. А, да, девочки, сидит математику. Вася, силен математике, девочки. В папе не нуждается. После сушилки, девочки, хорошо. Так, слегка. Нет, девочки, гладить надо все равно. Вычелся, смотрите, все, памятник. Только говорит воротничок. А че же они тоненькие? Я такая халадрыгая. Я, девочки, палубки. Плюс 4, плюс 5 градусов. Пошла, девочки, гладить. Там уж храпить не буду. Не буду ему мешать. Девочки, если че, увидимся завтра днем. Спокойной ночи. Девочки, у меня же там еще сушилка. Мне еще... Сушилка на 3,40. Ну нет, 3,40 не будет. Типа 3 часа 40 минут. Ну, может, часа полтора посушится. Там у меня жилеточка есть и шапочка для мужа на завтра. Ну, в общем, я еще не сплю. А вы спите, девочки. Привет, друзья. Как ваши дела? Как настроение? Вот, Тайчик, за рабочим местом. Мне пришли девочки посылки. Пока две. Ночью заказала, вот сейчас пришли. Заказала девочке много чего. По мере поступления, вот так вот буду открывать, показывать. Давайте посмотрим. Что пришло? Заказала косметические средства. Тоник, крем и семена. Вот это семена. Ох, девочки. Семена. А надолу кики. Такой кикик. А я ж кикик. А, да, кикик. О, девочки, смотрите, сколько много. О, девочки, это очень много. Тысяча штук, говорит семена. Это девочки с Амазона. А в Трэнг Юле, девочки, я заказывала, там вот столечко. Ой, девочки, смотрите. Тысяча штук тоже, говорит. Тариоту. Укроп. Это тимьян. А это укроп. О, девочки, это... О, девочки, лаванда. А здесь сколько? Ну, в таких обычно очень мало. Ну-ка, гляну. Обычно мало, девочки, в таких. Даже ничего не чувствую. Ну, вот, да. Ну, это тоже много. За один раз же я это не посажу. Это тоже много, девочки. Ну, я бы хотела много. Как, например, укроп. Ну, холодно сейчас сажать. О, девочки, это... Это... Джин. А, я думала, королевская. Джин. Китайская гвоздика, типа. А у вас, она пишется, турецкая гвоздика. А у нас китайская. Девочки. Ну, тоже, в общем, что открывать или открыть. Сколько здесь имя? Так, так и не откроется. А что такое? Девочки, ну что он мне открывает? Вот, открыла. Интересно, сколько семян здесь? Ну, господи. А-а-а, ну, прямо это. Без мешка, девочки. Ну, много здесь. Оно без мешка, прямо вот в этом. 100 штук, говорит. 22-го года января. Не поняла. 22-го года января положили сюда, в этот мешок, что ли? Ой, девочки, а что делать теперь? Надо чем-то закрыть будет. Без мешка. А здесь? А здесь с мешком. Вот, здесь мешок есть. Чувствуется. Это папаттия, ромашка. Ну-ка, глянем. Ромашки спрятались. Ромашки спрятались. Ну, тоже. Для одного раза мне, конечно, это много. Ну, я бы хотела еще больше. А здесь? А здесь? Не знаю, мешок здесь. А это что? Манэ, мята, минт. Семена. Даже по-русски написано, девочки. Агродал. 0,1 грамм. Новые, говорит. До 25-го года можно использовать. Девочки, сожжать, не пересажать мне тут. Тоже без мешка, что ли? О, девочки, сразу запах такой. Ну, а что такое без мешка? Почему? Землю надо купить. Почему без мешка? Что делать? Сюда засунуть, что ли? Почему без мешка? Давайте в этот мешок я сейчас засуну. Пришлось делать вот так вот. Скотчем. Не можно. Засандалить. И вот этой девочке тоже пришла. Еще придет. Много девочки придет. Я на сайте много чего. Семена и косметика. Ну, в разные дни все приходят. Поэтому если бы в один день все пришло, можно было бы и трансляцию сделать. Ну, приходят все в разные дни. Поэтому А это что? А это, девочки, крем у меня для ног. Нитрогена. Для сухой кожи. Там не было написано, что витамин Е. Я витамин Е не люблю. Жирное потом становится. Надо посмотреть. Смотрите, девочки. А почему так? Почему открыто? Разве так можно, девочки? Можно отправить обратно. Ну, это такая волокита. Идти. А, можно. Они прямо придут домой, заберут посылку. Девочки, хороший крем. Не, обратно не отдам. Ну, кто-то сковырнул. Может, тоже кто-то заказал. Вот так открыл. Не понравилось. Отправил обратно. А мне пришло. Ну, мне и без запаха. Так, слегка что-то. Что-то слегка пахнет. Что-то написано. 10%. 30%. Еще меньше пластик. А это какая-то акция. Ну, такие мелкие буквы, девочки. Я ничего не прочитаю. Вы если прочитаете, читайте. Я, девочки, ничего не прочитаю. Ну, все, что могла прочитать, прочитала. Норвежская формула. Хороший, девочки. У меня один кончился. Мне надо ноги мазать. Ну, слегка уловимый какой-то запах косметики. А так хороший, смотрите. Вот я помазала руки прямо. Хорошо, сразу. Смягчает кожу. Все, пока жду следующей посылки. Девочки, еще хочу, чтобы не забыть сказать, вот это средство Денис Кадаив-то. Денис Кадаив, девочка, как красиво звучит. А какая вонючка. Слов не передать. Пить невозможно, девочки. Вкус такой специфический. Но девочки все-таки помогает от кашля. Действительно, хорошее средство. Вот эти красные морские водоросли. Ну, они как кораллы растут. Морские вот эти водоросли красного цвета. Они как на кораллы похожи. Девочки, шикарная все-таки вещь. Но я даже, девочки, со слезами на глазах пью. готовлюсь, концентрацию делаю, пищу, ору, потом залпом хоп, не глотаю, даже не жую. Даже ложку, девочки, не облизываю. Не облизываю. Невозможно. Потому что вкус потом, фу, какой вкус. В трансляции же я вам показала. Ой. Но, девочки, для здоровья это шик-модер. Ночные постерушки забрала, девочки. Лицо покремила. У меня тоник заканчивается. Тоник очень жду. Еще базу под дневную крем не заказала, девочки. Ну, совесть надо иметь. И так много чего заказала. Сегодня, девочки, солнечно. С утра дождик моросил. Ой, какое красивое небо. Девочки, окна вообще от ас. Но дожди и холодно, девочки, сегодня. Вообще, вся неделя холодная. Да плюс трех ночью. Ой, задохнулась, запыхалась. Трава вся, вся, девочки, мокрая. Котейки, вон, сколько следов. Умные, девочки, существа, эти котейки. Ходят по кафелю, по траве мокрая не ходят. Интересно, раньше здесь кафеля не было. Как они ходили? По траве, наверное, шлепали. Девочки, сейчас плюс 10, ну, на солнышке теплее. Дерево, вон, цветет. Ой, хоть сегодня солнышко, а то вообще дожди, дожди, но холодно. Котейки, котейки повылазили. Все, девочки, холодно какими-то работами заниматься. На Бахче ветер такой холодный. Девочки, муж ночью спал и стонал. Я думаю, ну, наверное, мужчине хорошо стонет. Потом, ну, переживаю уже, думаю, уже же. Чайный мальчик надо полысине вот так вот хотя бы погладить, погладила, погладила. Он все стонет и стонет. Ну, знаете, стон не такой от удовольствия, а вот какая-то борьба там у него, видать, идет. Что-то, что-то как-то напряженно. Не от радости, не от счастья. Думаю, побольше надо там погладить, почесать, плешет на голове. Ну, он, в общем, проснулся потом. Я думаю, надо же, что такое случилось. Спрашиваю, а что, говорю, ты, проснулся когда, что, говорю, стонал-то от счастья, от радости, от удовольствия. Нет, говорит, дрался там во сне. Я говорю, ну, хоть победил. Он говорит, победил. Победил, говорит, это, дрался. Не, а главное, я ему говорю, а что ты стонал-то? Он говорит, ну, может, это так слышалось, что я стонал. А во сне, говорит, я вот так вот кричал. Ну, энергию всю скопил, в кулак собрал и как попер на них, как попер. И, говорит, один остался, самый такой большой, мощный. Ну, говорит, я его победил, победил и проснулся. Ты, говорит, меня разбудила. А я, говорит, не стонал. Я кричал на всю мощь. во сне, девочки. Вот так вот. Продолжение следует...